Давайте начнем нашу работу. Позвольте прежде всего представиться. Алексей Гузнов, по роду должность, по роду занятий, статистик рекретаря, заместитель председателя Банка России. Ну а сегодня мне доверено быть модератором этой сессии, которая посвящена вопросам о регулировании цифровых инноваций на финансовом рынке. Третий день идет в наш замечательный форум. Много тем было обсуждено и еще предстоит обсудить. Информация и финансы. Так получается идут тесно. Вспоминая Лермонтова, обнявшись будто две сестры. Информационная информация, инновация оптимизирует сферу применения финансов. Но и были бы невозможны, в свою очередь, если бы финансовый рынок не был заинтересован в этих инновациях. В общем, все как и должно быть в экономике знания. Но все самые блестящие проекты могут остаться проектами на бумаге, или лучше сказать, записью на диске, если для их реализации не будет создана достойная, достаточная и адекватная регуляторная среда, в котором будут найдены необходимые балансы между интересами и получением благ различных социальных слоев общества, различных бизнес-структур, ну и государства. Вопросом создания такой среды и посвящена наша сессия. Позволю о себе небольшую цитату из недавно опубликованных основных направлений развития финансового рынка на 2024 и перспективный 2025-2026 год, которые предстоит обсуждать в декабре, 7 декабря, да, Анатолий Геннадьевич, насколько я помню, на парламентских слушаниях, основные направления, 4 декабря. Банк России совместно с правительством будет уделять большое внимание современной адаптации и созданию правового регулирования для внедрения современных технологий на финансовом рынке, вывода на рынок инновационных финансовых продуктов и услуг. В условиях стремительного развития цифровых финансовых технологий обновление нормативной базы должно проходить более быстрыми темпами, чем ранее. При этом регулирование должно обеспечивать, с одной стороны, необходимые условия для внедрения цифровых инноваций, а с другой, защиту прав потребителей и финансовую стабильность. Ну, это взгляд на направленность регулирования Банка России. Думаю, нам всем будет небезынтересно узнать мнение по вопросам регулирования, применения современных технологий на финансовом рынке наших спикеров, которые представляют и парламент, и органы исполнительные власти, и бизнес-сообщество. Позвольте мне их представить. Анатолий Геннадьевич Аксаков, слева от меня, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, ну и длительное время, с 2006 года, президент Ассоциации региональных банков России. Потом председатель Совета, да? Уже сколько-то времени. Ну только уже не региональных банков, а Ассоциации банков России. К сожалению, чуть задерживается, но обещал быть буквально через 10 минут Александр Алексеевич Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Руденко Алена Васильевна, статус-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и коммуникации Российской Федерации. Алена Васильевна не так давно занимает этот пост. И позвольте мне тоже поздравить ее с этой новой должностью и пожелать успехов на новом поприще. Анатолий Анатольевич Козлочков, вице-президент Ассоциации банков России. В Ассоциации он курирует вопросы, как раз связанные с регулированием справа. Кроме этого, в работе в качестве спикера на переднем ряду принимает участие Андрей Медведев, директор юридического департамента, который в случае необходимости представит взгляд регулятора на те темы, на те проблемы, которые будут обсуждаться на сессии, ну, если, конечно, позволит время. График у нас достаточно плотный, и мы должны завершить нашу работу в 10.30, ну, с учетом того, что будет потом переход на пленарные заседания. Прежде чем я передам слово нашим спикерам, позвольте мне в этом зале выразить признательность, я бы хотел двум председателям комитета, но Александр Алексеевич, я думаю, передадут. Именно благодаря усилиям двух председателей комитета, профильных комитетов, в ходе весенней сессии этого года были приняты изменить законодательство, позволившее стартовать проекту цифровой рубль. Это достаточно важный проект не только для Банка России, но и для всего сообщества, для России в целом, за ним большое будущее. И это была плодотворная, хотя и непростая дискуссия, и в ходе этой дискуссии нам удалось преодолеть там возникающие разногласия, найти точки соприкосновения по ряду сложных проблем регулирования. Я думаю, что это хороший пример того, как могут решаться проблемы, в которых могут быть изначально разные подходы тех регуляторов, которые занимаются вопросами финансового рынка, и тех регуляторов, которые занимаются вопросами информации. Анатолий Геннадьевич, в портфеле комитета много проектов, которые направлены на совершенствование, регулирование применения инновационных технологий в финансовой сфере. Я, наверное, даже не смогу назвать всех, но попробую перечислить хотя бы некоторые. Это и вопрос о совершенствовании законодательства о цифровых правах, о вопросах, связанных с совершенствованием регулирования цифровых финансовых активов, у тилитарных цифровых прав, возможности их использования в расчетах в определенной среде, возможности использования в расчетах, в трансграничных расчетах цифровой валюты, вопросы развития законодательства об экспериментальных правовых режимах в финансовой сфере. Законы проекта идут непросто, достаточно такое тяжелое обсуждение. Тем не менее, наверное, имеет смысл рассказать о них, о состоянии дела и каковы перспективы этих принятия. Вот так, для затравки нашего разговора. Пожалуйста. Спасибо за предоставленное слово. Уважаемые коллеги, Алексей Геннадьевич, Вчера мы на заседании нескольких комитетов, четырех комитетов, рассматривали основные направления денежно-кредитной политики Банка России. Участвовала Эльвира Сахипзадовна. Ну и я ей задал вопрос о том, может ли Центральный банк выделять длинные кредитные ресурсы, относительно дешевые, через банковскую систему, окрашенные кредитные ресурсы, для того, чтобы поддержать структурную перестройку экономики, технологический прогресс в стране. На что Эльвира Сахипзадовна сказала, что окрашенные деньги, ну, через определенный этап, через две ступени, например, становятся неокрашенными и, соответственно, приводят к инфляции. То есть вся эта окрашенность достаточно условна. Ну и сегодня один мой знакомый человек сказал, что услышал эту мысль об использовании окрашенных денег для кредитования экономики, используя ресурсы Центрального банка. И предложил использовать для этих целей цифровой рубль. Вот цифровой рубль – это окрашенный рубль, и в нем можно заложить все алгоритмы, которые позволяют ему не уйти на потребительский рынок. Ну и, соответственно, он будет по цепочке экономики двигаться и финансировать, скажем, структурную перестройку экономики. Если надо какие-то товары, то они, опять же, будут идти только на покупку товаров, но не будут идти на оплату труда, в общем, не будут уходить на потребительский рынок. Соответственно, влияние на инфляцию будет крайне ограничено. И поэтому я бы предложил, вот первое мое предложение, прямо прописать в законодательстве возможность в рамках экспериментальных правовых режимов, а может быть отдельно, Центральному банку вместе, например, с Нежэкономбанком, провести эксперимент влияния окрашенного цифрового рубля на инфляцию. Но при этом как раз можно было бы реализовать пару проектов, посмотреть, как это работает, и, в конце концов, увидеть, влияет ли это на инфляцию, и если влияет, то в какой степени. На мой взгляд, это интересная идея, ее надо обязательно опробировать. Вот первое предложение, прямо исходя из вчерашней дискуссии, которая у нас была. Я позволю себе сразу отреагировать, если позволите. Все-таки для Центрального банка цифровой рубль – это прежде всего рубль, который имеет все те свойства, которые есть у вас в качестве наличных или на счете. А когда приобретается свойство окрашиваемости, то рубль несколько теряет в своем качестве. Он уже связан. У нас есть не эксперимент даже, есть среда, в котором есть то, что называется окрашиваемый денег. Это гособоронзаказ. Вот как раз цифровой рубль – хороший вариант финансирования, в том числе гособоронзаказа, чтобы деньги, которые уходят на гособоронзаказ, не уходили в какие-то карманы левых лиц, например. Ну и в том числе не уходили на потребительский рынок. Уходили бы только на те цели, которые мы зададим в программе, определяющие выпуск цифрового рубля. Вот такое предложение, Алексей Геннадьевич, я его запускаю. Мы, надеюсь, кстати, при рассмотрении вопроса развития финансовых рынков обязательно эту тему поднимем. Я обращаюсь к министерству цифрового развития, с тем, чтобы вместе проработать этот алгоритм. И вполне возможно, он будет таким рабочим. Ну и есть некоторые проблемы, которые связаны уже с действующим законодательством. Законодательство о цифровых финансовых активах принято, оно начало работать, уже имитированы. ЦФА на сумму около 50 миллиардов рублей. Ну, к концу года ожидается, что будет их около 60 миллиардов. Я, конечно, ожидал большего. Тем не менее, процесс идет, тем более достаточно быстро. Если в начале года, ну там в мае было 2,5 миллиарда, сейчас, как я уже сказал, приближаемся к цифре 60 миллиардов. То есть кратное увеличение объема выпускаемых активов. То есть процесс идет. При этом есть нюансы, которые необходимо корректировать в законодательстве. Ну и один из них заключается в том, что выпущенные ЦФА обращаются, ну, как правило, не как правило, а в тех информационных системах, где они и были имитированы. То есть не выходят за пределы этой информационной системы. И, на мой взгляд, нам надо законодательно зафиксировать, чтобы мог, а может быть даже была обязанность всех выпущенных активов переходить из одной информационной системы в другую информационную систему, при этом, чтобы была возможность с помощью соответствующего алгоритма, опять же, использования соответствующих ключей, можно было бы управлять переводом цифровых финансовых активов из одной информационной системы в другую информационную систему. Полагаю, что это требует законодательных изменений. Я смотрю, улыбаются некоторые товарищи из Центрального банка. Но, в принципе, эта тема существует, она дискутируется, в том числе, на площадке Государственной Думы. И, с нашей точки зрения, требует определенного законодательного закрепления. Я вижу очень, насколько, около 10 эмитентов, по-моему, этих. И они все обращаются в тех же информационных системах, где, я имею в виду цифровые финансовые активы, где они были имитированы. Анатолий Геннадьевич, в том проекте, в законопроекте, и законе старшем о цифровых финансовых активах, вы его были одним из авторов, там же предусмотрен инструмент для решения этой проблемы. Это оператор обмена. К сожалению, просто в это направление бизнес менее охотно. Я думаю, что не предусмотрен должен быть, а где-то даже и подталкивающий к этому процессу, для того, чтобы нам делать более подвижное перемещение цифровых финансовых. Я согласен с вами, но вот сейчас уже один оператор обмена получил соответствующее разрешение. Давайте посмотрим, как он будет работать, насколько он будет способен выполнять те функции, о которых вы говорите. Ну и, кстати говоря, любой оператор информационной системы может обладать теми функциями оператора обмена, не создавая специальную институцию. И многие это делают. Пожалуйста. Следующая тема связана с неурегулированностью вопросов налогообложения. Гибридных цифровых прав. Это цифровые финансовые активы, обращаемые как ЦФА и как утилитарные цифровые права. И в данном случае есть тема, связанная с налоговым и бухгалтерским учетом. Нам необходимо быстрее двигаться, поскольку нерешение этого вопроса тормозит выпуск утилитарных цифровых прав, гибридных цифровых прав. Ну и надо быстрее в этом вопросе определяться. С моей точки зрения налоговая ситуация должна возникать только в момент поставки соответствующего товара, который является обеспечением утилитарных цифровых прав. Это необходимо как можно быстрее решить для того, чтобы активизировать выпуск соответствующих инструментов. Следующая тема связана, все-таки есть выпуски, которые ориентированы на конкретных потребителей цифровых прав. И очевидно, что зачастую те, кто имитирует цифровые права, не хотели бы, ну и те, кто приобретает эти права, не хотели бы, в том числе учитывая санкционную ситуацию, чтобы об этом процессе знали, о том, что приобретаются соответствующие права, выпускаются права. То есть была возможность в случае, если осуществляется закрытая подписка, чтобы не открывалось все в сети интернет для широких потребителей. И таким образом, в том числе санкционные решения не могли применяться для тех, кто участвует в этом процессе. Законодательно требуется открывать все в интернете, эту процедуру, ну и, соответственно, может создать, вызывать вопросы, связанные с реализацией этой идеи. Если позвольте, тоже один вопрос. Ну, смотрите, идея действительно такая существует, но что такое, условно говоря, условия выпуска цифровых финансовых активов? Это по большому счету контракт, в рамках которого фиксируется одной стороной те условия, на которой соглашается другая сторона. В том числе субъектный состав, кто выпускает, какие права, какое экономическое содержание и прочее, прочее. Теперь посмотрим, есть ли будет скрываться часть информации. Другое лицо, потенциальный приобретатель ЦФА не знает об этом контракте. Многое из того, что он должен был бы знать. Те лица, которые приобретают, что уже определено, в принципе, в выпуске, они будут все знать, и информация об этом выпуске будет поступать к регулятору в Центральной банке, и, соответственно, он сможет проследить за тем, чтобы не было нарушения прав, например, приобретателей этих активов. Ну, регулятор регулятором, главное, чтобы люди знали. И вот этот вот модель нужно... Потребители, приобретатели, они будут получать полную информацию. Но внешние лица, которые, скажем так, не обязательно должны это знать, не должны получать эту информацию из сети интернет. Ну, хорошо. Следующая тема связана с использованием цифровых финансовых активов для внешних расчетов. У нас такая тема активно дискутируется. Прорабатывается выпуск цифровых активов, обеспеченных определенными благами, ну, например, зерно или золото. И прорабатывается вопрос нашими зарубежными партнерами, причем я вам хотел бы сказать, что это активно прорабатывается, с партнерами из дружественных стран, где фактически валютой расчетов будут использоваться цифровые финансовые активы, выпущенные под обеспечение неких благ, например, зерна. И это тоже надо соответствующим образом законодательно закрепить. Я думаю, что уже вполне возможно даже в декабре мы к этому начнем активно приступать. По крайней мере, дискуссия идет в кулуарах, и надеюсь, что мы к определенному знаменателю в этом вопросе к декабрю подойдем. Ну и тема, связанная с майнингом цифровой валюты, она у нас в повестке, к сожалению, действительно подзадержалась в дискуссиях. Мне это не нравится, поскольку рынок растет, причем кратно. И сами и майнеры, и криптовалютчики постоянно обращаются в комитет Госдумы с просьбой как можно быстрее отрегулировать рынок, для того, чтобы они могли спокойно осуществлять свои сделки, не боясь, что к ним придут товарищи в погонах. Кстати, всех поздравляю с праздником Днем милиции. Милиционеры откликнулись, да? Ну, прежде всего, сотрудников. Я хотел бы пожелать сотрудникам поменьше работы, в том числе с майнерами и с криптовалютчиками, чтобы криптовалютчики и майнеры работали в законодательном пространстве. Я уже объявил о том, что мы на площадке комитета активизируем этот процесс, пригласим всех, кто, скажем так, участвовал в дискуссиях в кулуарах. У нас тоже будет достаточно кулуарно все, но надеюсь, что мы как-то активизируем, учитывая, так сказать, активность депутатского корпуса. Ну и я чувствую, да, из интересованной стороны пригласим в эту дискуссию. Надеюсь, что благодаря этому импульсу мы в первой половине следующего года процесс запустим уже как, ну, законодательные акты, рассматриваемые первым чтением. Спасибо. Да, спасибо, Анатолий Геннадьевич. У меня все-таки продолжение нашего с вами диалога. И мне импонирует то, что он состоялся именно как диалог. Вот те вопросы, которые вы обозначили, включая возможность использования цифровых финансовых активов, цифровых прав, в большинстве цифровых валют в расчетах, ну, прежде всего, в трансграничных расчетах, это подход или эта возможность декларировалась декларировалась как возможность решаемая или реализуемая в рамках экспериментально-правового режима. И вот я обозначил тоже, что есть проект об экспериментальном правовом режиме на финансовый рынок. Собственно говоря, это просто много изменений в различные законы, которые регулируют финансовый рынок, чтобы позволить ЭПР имплементироваться. Но он тоже идет очень непросто, я бы сказал. Есть разные просуждения, да, у нас, собственно говоря... Но весь комплекс законодательных инициатив, связанных с майнингом, с экспериментальными правовыми режимами, с уголовным, административным законодательством, надо рассматривать в комплексе. И как раз мы планируем на площадке комитета весь комплекс вопросов и дискутировать, в том числе и экспериментальный правовый режим. Ну, у меня более конкретный вопрос. Там просто есть несколько разных моделей после принятия закона об ЭПР, базового закона. Насколько я могу ошибаться, но, кажется, один ЭПР реализован как комплексный изменение законодательства. Это вопрос о создании беспилотной среды. Другое направление – это законы об эксперименте. Ну, собственно говоря, вот вы были одним из авторов закона об эксперименте в партнерском финансировании. Но вот то, о чем я говорю, все-таки предполагает достаточно четкое указание, какие структурные единицы, каких действующих законов могут быть приостановлены и изменены в рамках программы эксперимента. Закон, который рассматривался у вас на комитете или предлагался к рассмотрению, он все-таки несколько другой путь предусматривал. Путь, когда обозначались те нормы, которые не могут быть приостановлены в ходе экспериментального правового решения. Какой вам путь ближе, как к законодателю? Ну, мы начнем отталкиваться от того, которое есть, то есть предполагает, этот законопроект предполагает действительно запрет на неосуществление или осуществление определенных видов деятельности, которые предусмотрены действующим законодательством. Но допускаю, что мы придем к тому варианту, который предусмотрен в партнерском финансировании. Мы пропишем то, что положено, соответственно, то, что не прописано в данном законодательстве, не положено. Ну и соответствующие службы, Центральный банк, Федеральная служба безопасности, и так далее, Налоговый, Минфин будут привлекаться только если они нарушают действующие законодательства. Мне больше нравится то, что прописано в партнерском финансировании. Я бы так сказал. Ну понятно. То есть самостоятельный закон об эксперименте в области трансграничных расчетов. Как мы начнем описывать, описывать вот здесь нельзя, здесь нельзя, вот то, что ФСБ контролирует, то, что там служба финансового мониторинга, то, что Центральный банк. И постоянно будем уходить, что кого-то не учли, и те, кого не ушли, будут там прибегать и говорить, а нас почему не ушли, давайте пропишите. Хорошо, спасибо вам большое за ваши комментарии. Алена Васильевна, к вам вопросы. Ну вот один из тех законопроектов, которые находятся в пакете, или в портфеле, точнее, в комитете Анатолия Геннадьевича. Коллеги, а можно попросить прикрыть дверь, потому что звук идет, и мне кажется мешает, в том числе слушателям. Это законопроект, который касается создания, информационной системы, проверки сведений об абонентах. В нем тоже есть своя судьба, он достаточно долгую историю имеет. Он еще в Думе прошлого созыва был принят в первом чтении, в течение длительного времени дорабатывается с несколькими выходами, вроде бы уже даже на второе чтение, с возвратом. Есть, были, и достаточно серьезные проблемы, в том числе связанные с обеспечением защиты прав персональных данных, прав лиц, прав владельцев персональных данных. У меня более узкий вопрос и чуть более два широких вопроса, тоже для начала нашего диалога. Ваше отношение к той версии проекта, которая сейчас есть, вроде бы там есть определенные договоренности, ну и в целом, как вы смотрите к тому, каким образом организовано, в юридическом смысле организовано, защита персональных данных. Особенно это важно с точки зрения, ну, тех, если хотите, новых веяний, особенно в экосистеме, когда персональные данные начинают, ну, эксплуатируются, без всякой там негативной коннотации этого слова, всеми субъектами экосистемы, для, ну, получения прибыли. Ваш взгляд, насколько это приемлемо, не приведет ли это к ухудшению положения дела, защиты персональных данных? Ну, и несколько слов о цифровом кодексе, о котором началась уже полемика. Мы дождемся одного из авторов, эта идея, я надеюсь, что он приедет Александра Алексеевича Кенштейна, но все-таки и ваше мнение было бы очень важно. Пожалуйста. Да. Коллеги, что касается первого вопроса, безусловно, мы обсуждаем, прорабатываем этот законопроект, формируем по нему позицию и все-таки считаем, что обработка персональных данных, в том числе ее модернизация, должна сопровождаться все-таки четким пониманием субъекта персональных данных о том, какую информацию он разрешает и себе предоставлять. Все-таки нам представляется, что согласие на обработку должно не предоставляться комплексно и в целом, значит, и дальше там получаю я какие-то льготы, значит, полный комплекс собирается персональных данных, дальше передается и я не знаю, что с ним происходит и они в дальнейшем свободно оборачиваются. Нам представляется, что все-таки субъект персональных данных должен четко понимать цели обработки его персональных данных, куда они дальше идут И как они обрабатываются. Это все, что касается первого вопроса. Что касается цифрового кодекса. Действительно, у нас есть поручение. Министерство начало работу по разработке проекта концепции цифрового кодекса. Обращаю внимание. В нами создана рабочая группа. В нашу рабочую группу вошли представители как законодательных органов, исполнительная власть. У нас есть администрация президента, представители администрации президента, представители службы безопасности. Как раз это Александр Алексеевич у нас входит в рабочую группу. Сенаторы представлены. У нас состоялось первое заседание нашей рабочей группы, на котором мы обсуждали уже проект концепции, который был предварительно разослан. Мы получили уже обратную связь. У нас, кстати, входит состав рабочей группы представителей ЗИСПА. Мы обратились к высшей школе экономики с просьбой выступить в данном случае центром компетенции, помочь нам в научной такой проработке, в научной составляющей при доработке нашей концепции. Нам коллеги в этой части помогают. Мы собрали первые уже позиции, концепцию дорабатываем, планируем провести следующее заседание где-то в 20-х числах ноября. Что происходит сейчас? У нас действительно выявлены некоторые развилки. И мы уже тоже обсуждали нашу концепцию с бизнесом в рамках ОНО «Цифровая экономика». Собираем позиции, приглашаем всех к диалогу на предмет того, все же что погрузить и что должно стать предметом нового цифрового кодекса. У нас есть действительно определенные развилки. Считаем, что цифровой кодекс должен регулировать информационные отношения. Но информационные отношения связаны исключительно с информационно-конформационными технологиями или в целом. То есть мы будем регулировать формирование, обработку данных только в системах информационных, только вопросы информационных систем и связи. Или мы хотим регулировать бумажные документы, оборот, обработку персональных данных не только в информационных системах, а в целом. Потому что изначально представленная наша концепция оказалась исключительно, конечно, поскольку она называется все-таки цифровым кодексом, касалась все-таки исключительно технологий, сферы информационно-конформационной технологии и связи. Но вместе с тем сейчас у нас и члены рабочей группы, и мы очень часто слышим из дискуссий, и представители из ИСПА, и другое научное сообщество все-таки полагает, что нам нужно расширять этот предмет. И все-таки регулировать в целом информационные правоотношения и назвать его даже информационным кодексом. Мы сейчас также и прорабатываем эти вопросы и готовы здесь к обсуждению, диалогам и дискуссиям. Конечно, безусловно, обращаю внимание о том, что мы сейчас, конечно, обсуждаем исключительно концепцию. И более детально предложаем диалогу все-таки, когда будем уже разрабатывать непосредственно сам кодекс. Сейчас нам главное определиться, что ляжет в основу нового кодекса. Спасибо. Спасибо. К сожалению, насколько я понимаю, пока представители Банка России не входят в рабочую группу. Приглашайте. Обязательно. Но у меня пользуется тем, что все-таки, как не экс-офиси, что называется, в силу вашего образования, вы все-таки юрист. И я, позвольте, прошу прощения, переду аудиторию немножечко позанудствовать. Каким образом? Почему все-таки возникла идея именно кодекса? Это будет консолидировано, который будет просто, ну скажем так, может быть, после определенной обработки включать нормы всех тех законов, которые сейчас есть в информационной среде? Или это кодификация по тому типу, по принципам, которые характерны для нашей правовой системы, с выделением так называемой общей части, принципов, сквозных правовых институтов и так далее? Все-таки, как вам видится новый законодательный акт? Почему избрали именно кодекс в качестве вот вида правового акта? Да, вы знаете, конечно, у нас, если говорить о научной составляющей, действительно звучат обсуждения того, что все-таки, если мы будем регулировать информационные правоотношения только в сфере ИКТ, это все-таки федеральный закон. Потому что он содержит такое многопрофильное регулирование, у него нет там единого предмета и метода и так далее. И все-таки, если мы будем регулировать в целом информационные отношения, все-таки это кодифицированный акт. Поскольку он наиболее комплексно и систематизировано подойдет к регулированию этих отношений, вобрав в себя полный комплекс создания, обработки, защиты информации и так далее в различных сферах и аспектах. То есть мы все-таки считаем, что это законодательство необходимо комплексно урегулировать, его нужно актуализировать, логически, системно выстроить здесь. Действительно, согласно с тем, что, наверное, если все-таки это будет кодифицированный акт, там должна быть и общая особенная часть, с какими-то своими определенными принципами, безусловно, в этой части. Но мне кажется, что, да, действительно, наверное, нужно избрать более классический подход при конструировании этого кодекса. Значит, и что-то, то есть мы не говорим о том, что сейчас все законы мы отменим, значит, все погрузим в один. Действительно, вот мне кажется, здесь можно применять аналогию гражданского кодекса, когда мы создали общее регулирование, значит, основные принципы, но допускаем возможность бланкетного регулирования, да, бланкетные нормы, которые нас отсылают к каком-то в том числе и уже каким-то особенностям регулирования здесь. Я почему задаю этот вопрос? В свое время ходила идея где-то в конце 90-х, может быть, в начале 2000-х ходила идея создания банковского кодекса, даже были попытки его разработать, а уж у коллег из Беларуси даже эта попытка была реализована. Но вот теперь они мучаются. Не настолько гибкий получился инструментарий, а все-таки мы говорим об информационной среде, которая, в принципе, тяготеет к достаточно быстрому реагированию на быстро меняющуюся ситуацию. Не возникнет здесь такого, с одной стороны, мы достигнем определенного уровня систематизации, а с другой стороны, эта же систематизация будет определенным препятствием для развития информационной среды. Здесь, конечно, при разработке кодекса это, безусловно, будет учитываться, такая особенность этого регулирования, но тем не менее, мне представляется, что все-таки назрела необходимость в каком-то концептуальном подходе и формировании принципов развития этой сферы. Действительно, и если будет предусмотрено все-таки, в том числе, как вы говорите, мы обсуждали какое-то планкетное регулирование, когда какие-то особенности и специфика будут все-таки регулироваться отдельными федеральными законами, что позволит нам наиболее быстро реагировать на изменения ситуации. Спасибо. Анатолий Геннадьевич, хотел задать вам вопрос. Нет, не вопрос, а просто хотел отреагировать. На мой взгляд, идея цифрового кодекса, она правильная. Вот позавчера здесь была пленарная сессия, на которой Набиульнов выступал, руководитель крупнейших наших компаний, которые активно занимаются цифровизацией своего бизнеса. Ну и Собянин тоже говорил о цифровизации Москвы. И только подход, вот важно, чтобы был такой, чтобы нам дать дополнительный импульс. То есть мы по цифровизации финансовой сферы лидеры, ну одни из лидеров в мире, входим в пятерку самых цифровизированных стран по финансовой сфере. Очевидно, важно бежать еще быстрее, тем более в условиях санкций мы должны быть первыми, лучшими для того, чтобы противостоять давлению. Потому что те, кто будет впереди, они в конце концов с помощью цифры нас захватят, не используя горячее оружие. И, соответственно, для того, чтобы противостоять внешнему давлению, мы здесь должны быть впереди. И вот посыл должен быть такой, чтобы этот кодекс цифровой еще более заставил нас бежать быстрее. Причем не только банки и там Москву, но чтобы самая глубинка деревни вся была цифровизирована и была лучшей в мире с точки зрения качества получения соответствующих услуг. Да, ну, мне кажется, за это, прежде всего, деятельность уже практическая. Создание правовых условий, правовые условия, они созданы. Ну, да ладно. Александр Алексеевич, я несколько слов скажу. Спасибо, что вы нашли возможность. Это может быть стимула, вы знаете, вот стимула. Я-то бываю в деревне, не только в Москве, я вижу, что многие про цифру, а не так. Для них это что-то такое далекое-далекое. И поэтому я не чувствую, что у них есть какое-то стремление к цифре. Поэтому вот я в этом плане надеюсь, что кодекс простимулирует соответствующий процесс. Мы все вместе поедем к вам в Чувашию, в вашу деревню. Посмотрим, как цифровизация охватит хлебороба и хмель из заготовителя. Александр Алексеевич, я несколько... Спасибо, прежде всего, что у вас нашлось время и возможность приехать к нам на сессию. Я пару слов скажу о тех вопросах, которые мы уже обсудили. Ну, тем более, это действительно и те же вопросы, которые я хотел бы задать вам. Ну, прежде всего, по цифровому кодексу. Вы, как я понимаю, один из инициаторов разработки цифрового кодекса. Правда, я вот тут с удивлением услышал о том, что цифровой кодекс уже может замениться на информационный кодекс. Ну, это так это самое, в рамках концепции, что называется. Тут даже где-то вы выступали и сказали, если я не прав в цитате, или она вырвана из контекста, вы меня поправьте. Разработка и принятие цифрового кодекса крайне важна и с точки зрения гармонизации нашего отраслевого законодательства, которое серьезно отстало от жизни, и с точки зрения появления в законах тех вещей, которые сейчас в них отсутствуют, в частности, защита прав гражданина в цифровой среде. Сегодня этого подхода, в принципе, не существует, как не существует прописанных принципов, обязанностей и прав всех участников государства, отрасли и клиента. Ведь все-таки есть законодательство о персональных данных. Это все-таки уже определенная защита гражданина в цифровой среде. Есть системы регулирования, которые направлены на то, чтобы создать условия для такого института, как цифровой профиль гражданина, тоже определенным образом. Чего не хватает? Почему возникла идея цифрового кодекса? Доброе утро, уважаемые коллеги. Я попытаюсь добавить к тому, о чем говорил Алена Васильевна, и обосновать, почему считаю крайне важным, разработку и принятие такого документа, как цифровой кодекс. Ну, ряд доводов я уже услышал в конце выступления Алены Васильевны, с ними согласен. Ряд доводов приведу еще. Во-первых, что такое кодекс? Это свод отраслевых законов, и он не только выполняет практические конкретные функции, о которых я сейчас скажу, но и носит, не побоюсь этого слова, определенный политический характер. Существование того или иного отраслевого кодекса подчеркивает роль и значение этой отрасли и этой сферы с точки зрения государства. В России сегодня действует 21 кодекс, самый разный. Но сегодня тема цифры в полном понимании этого слова, который включает в себя в том числе и информацию, очевидно является одной из самых значимых с точки зрения и существования, и с точки зрения развития и государства, и общества. Ну, хотя бы потому, что не существует ни одной из отраслей экономики сегодня, которая бы была без цифры. Включая, кстати, упомянутое сельское хозяйство, где уровень цифровизации один из самых высоких. И сегодня, как вы, Алексей Геннадьевич, изволили выразиться, хлеборобы, они заранее прогнозируют погоду. Там уровень урожайности сегодня тоже идет через цифру. Они заранее понимают и в режиме онлайн видят, что происходит у них на полях и тому подобное. Я уж не говорю про, допустим, скот, о том, как сегодня это организовано и устроено. Так вот, ну, наверное, никто не будет спорить с тем, что тема цифры, цифровизации, информации в сегодняшней жизни не менее важна для государства, для общества, нежели чем, скажем, тема торгового мореплавания. У нас есть с вами кодекс торгового мореплавания или кодекс внутренних водных путей. Это важная тема, нет сомнений. Но тема цифры, цифровизации совершенно точно не менее важна. Теперь о том, какие проблемы стоят перед нами, какие есть и как нам представляется их будет правильно решать. Законодательство сегодня действительно очень разрознено. Вы упомянули закон о персональных данных, но эта тема лишь одна из общих и многих в большой и такой всеобъемлющей теме цифры и информации. Сегодня законы, принимавшиеся, принятые в самый разный период времени, начиная еще с 90-х, потому что один из самых старых действующих сегодня еще законов, даже не федеральных актов, а законов Российской Федерации, это закон о средствах массовой информации 92-го года. И это тоже вопрос информации. Закон о связи. Ему ровно 20 лет. И в законе о связи сегодня присутствует то, чего нет в нашей жизни. Ну, например, пейджинговая связь. Телеграфная связь. В России выдана одна единственная лицензия на телеграфную связь у Ростелекома, потому что у них в музее стоят телеграфы. А IP-телефонии, которой пользуются сегодня все присутствующие в этом зале, у нас в законе о связи нет. Человек, не погруженный профессионально и глубоко в этот раздел законодательства, говорю это с полной ответственностью и с сожалением одновременно, не сможет прочитать 149-й закон о защите информации. Потому что он напоминает сегодня огромный лоскутный одеяло, куда мы вынуждены регулярно пришивать все новые и новые заплаты, пытаясь сохранить его стройность и логику. Это связано с тем, что сами процессы развития цифры, информации в последние годы идут абсолютно опережающими темпами. И пандемия в том числе стала мощнейшим драйвером для этого. И законодательство физически за этим не успевает. Это не говорит о пассивности или нашей профнепригодности как законодательной, так и исполнительной власти. Нет. Работа законодателя, она здесь сродни врача. Принцип не навреди, он ключевой. И мы пришли к пониманию сегодня, и я рад тому, что эта идея, она становится уже такой, в общем, как бы всеми принятой, что необходимо сделать единый кодекс, единый акт, где, вот моя позиция, в первую очередь, с точки зрения рамочных подходов, бланкетных, определить все основные, всю основную суть, все основные направления существования сегодня этого явления. Цифры и информация. Во-первых, те законы, которые уже сегодня в Федеральной или Российской Федерации существуют, они так или иначе должны найти свое отражение в этом кодексе. Это и уже упомянутый закон о персональных данных, это закон о средствах массовой информации, закон о связи, закон о защите информации, закон о почтовой связи, разумеется, о специальной связи, ну и тому подобное. Во-вторых, он должен, будучи кодекс, включить в себя и то, чего еще мы не приняли, то, что сегодня отсутствует, и это станет для нас, то, о чем Анатолий Геннадьевич, как раз говорит, как бы стимулом движения вперед и понятным уже заранее спланированным сценарием, куда мы дальше движемся. То же самое касается и действующих законов, потому что, приняв кодекс, мы дальше сможем сквозным образом каждый из отраслевых этих законов уже перерабатывать. Но перерабатывать, отталкиваясь от тех базовых принципов, которые будут прописаны. Третье. У нас сегодня никак не прописаны, и закон о персональных данных, к сожалению, здесь не исчерпывают с существу проблемы, никак не прописаны ни права гражданина человека в цифровой среде, не правоотношения и обязанности, права всех из сторон, в том числе и государства, и в том числе и отрасли, в том числе и клиента, гражданина. И такой кодекс смог бы эти вопросы урегулировать и решить. Ну и поскольку все-таки он цифровой, можем спорить относительно названия. Мне название цифровой нравится больше, хотя допускаю, что информационный может быть с точки зрения юридической более правильно, но вот цифровой, мне кажется, он на слух и с точки зрения восприятия он как-то лучше звучит. Так вот, поскольку он цифровой, то мы предполагаем, что обсуждение его дальнейшее будет идти максимально открыто в цифровом формате. То есть мы сделаем какие-то ресурсы, куда каждый желающий сможет свои предложения направить, и там, где может быть организовано такое обсуждение нами предлагаемых вещей, потому что это своего рода общественный договор. Цифровая среда сегодня все больше и больше захватывает нашу жизнь. Вот у каждого из вас в руках есть гаджет, ну или в кармане сейчас лежит, или в сумочке у женщин. И каждую неделю вам приходит в конце статистика, количество вашего экранного времени увеличилось или возросло. И среднее время, сколько вы в сутки на него тратите. Вот у меня статистика получается порядка 8 часов. Значит, остается 24 минус 8, осталось 16. Не меньше 10-12 часов на работе, 6 часов 100. Теперь вопрос, если мы тратим на цифровую среду времени кратно больше, чем на свои семьи, должны ли эти правоотношения быть со всех точек зрения законодательно закреплены и описаны? Мне кажется, ответ очевиден. И завершая, вот если в целом, мне кажется, что государственная политика в сфере цифровизации, она в значительной степени направлена на то, чтобы максимально синхронизировать между собой законодательство оффлайн и законодательство онлайн. И, собственно, все последние законы последних лет, они так или иначе с этим связаны. Мы пытаемся установить и распространить те правоотношения, те законы, те нормы, которые действуют у нас в обычной среде, на среду цифровую, которая все больше и больше становится нашей значительной для основной среды обитания. Спасибо. Спасибо. Ну, не могу так все-таки, чтобы понять все-таки, о чем идет речь, не задать вопрос. Вы говорите о том, что та система законодательства, которой вы сейчас занимаетесь вместе с Аленой Васильевной, с коллегами, все-таки будет представлять собой некую зафиксированном в кодексе определенные принципы. И дальше будет, что называется, цветок, лепестки отдельные таких некоторых законов, которые могут быть в рамках этой кондикационной работы, систематизации, могут изменяться, могут модифицироваться и так далее. Ну, действительно, закон о среде массовой информации создавался еще в условиях ближнего постсоветского времени. И еще там некоторые вещи, с которыми боролись на рубеже 90-го года там остались. Все-таки тогда кодекс – это нечто модельный акт предусматривается? Или там предполагается, вы тоже упомянули о том, что там будут так называемые бланкетные нормы, или предполагается, что там будут нормы, то, что называется, прямого действия, регулирующие группы соответствующих правоотношений, как вам видится? Знаете, я думаю, что это будет какой-то симбиоз. Образ с цветком и лепестками мне нравится. То есть кодекс, в первую очередь, это, конечно же, тычинка с пестиком, но и часть лепестков в нем тоже присутствует. А вот дальше уже от каждого из этих лепестков уже идет более глубокое отраслевое законодательство. Ясно. Спасибо большое. Ну, в общем, конечно, такой фундаментальный труд, если получится, если при этом сохранятся те вещи, которые уже достигнуты, они не будут, что называется, перелисованы, но тем не менее будет обеспечено то, что для нас, наверное, для всех очень важно, и защита прав пользователей, защита прав граждан, и в то же время созданы условия для развития бизнеса. Ну, это, конечно, будет потрясающе. Алексей Геннадьевич, не могу, извините, не отреагировать. Что значит, если? Конечно же, он будет создан. И, Алёна Васильевна, я как один из... Спасибо, друзья. Я вынужден быть аккуратным. Из инициаторов этого процесса, и как член Межведомственной рабочей группы, просил бы, чтобы Алексей Геннадьевич, ну или того, кого Банк России посчитает нужным, все-таки действительно к нам в состав определить. Если что, Сергей Геннадьевич, я вот, как член группы, могу с собой еще проводить людей, поэтому на следующее заседание милости просим к нам. На самом деле, когда я говорил о том, что вот мы хотим такое действительно всенародное обсуждение, это не лукавство и не какая-то там просто красивость. Я считаю, что это действительно будет важно и правильно, потому что это касается каждого. И вот здесь вопрос, я уже это сказал один раз, повторюсь, определенного общественного договора. То есть мы должны определить вот эти правила, по которым мы живем. Что это регулируется, что у каждого есть свои обязанности, что у гражданина есть свои права. Потому что, по сути, вот кроме как в законе о единой биометрической системе, принятом совсем не так давно нами, вызвавшего, наверное, все тоже об этом помните, большую общественную дискуссию. И я рад, что мы сумели, в конечном счете, выработать именно такой вариант компромисс, на который устроил все стороны. Так вот, мы там, по сути, впервые прописали право каждого гражданина на отказ от навязывания ему каких-то цифровых услуг или, так сказать, от сбора его персональных биометрических данных. И не просто мы прописали право отказа, а мы прописали, по сути, принцип презумпции и принцип ответственности за неправомерный сбор, за нарушение права гражданина и сейчас подготовлен нами пакет законопроектов, который, надеемся, в ближайшее время будет внесен. Он касается, как раз, ответственности за утечки персональных данных. И там, среди прочего, появляются и составы ответственности за понуждение или за незаконный сбор персональных данных, именно когда человек этого не хочет делать. Но, повторяю, это, по сути, прецедент, который мы создали. Коллеги, прошу прощения, занял время. Я прошу прощения, буквально один вопрос, для того, чтобы передать слово следующему выступающему. Предполагается ли в рамках кодекса регулирование применения искусственного интеллекта? Применение искусственного интеллекта как актора процесса? Актором и все-таки объекта? Как объекта, безусловно. И искусственный интеллект, по крайней мере, как явление в кодексе должен появиться. Но уже детально все эти вещи, они гораздо более сложны, потому что тема ИИ, она вообще очень деликатная. В принципе, не навредить здесь действует. Но если говорить о том, как использовать искусственный интеллект в качестве одного из создателей кодекса, очень простой вариант, поскольку мы вас пригласили, Алексей Геннадьевич, то вы можете приходить с теми наработками, которые вам искусственный интеллект создаст. Да, это мечта многих, приходить на работу, где будет работать искусственный интеллект. Я опять вспоминаю сессию, которая стоялась позавчера, и Греф приводил пример, когда его сразу потянули в прокуратуру, когда они выпустили документы, опирающиеся, связанные с искусственным интеллектом, который создал. Поэтому здесь надо быть очень аккуратными и действительно очень бережно относиться к тому, чтобы цифровые финансовые активы у нас активно развивались, в том числе благодаря кодексу. Да, спасибо, коллеги. Но вот у меня вопрос, это был некоторый, скажем, там, переход к тому вопросу, который я хотел задать Анатолику Злочкову. На сессии в Сочи, когда Ассоциация проводила конференцию, Ассоциация Банков России, в том числе рассматривался вопрос о искусственном интеллекте, его применении на финансы в рынке, ну и, кстати говоря, в регуляторно-надзорной деятельности. Анатолий Анатольевич был модератором тогда сессии, но и, в общем-то, есть, я так понимаю, в ассоциации свой взгляд на эти вещи. Кстати, не хотите принять участие в работе над кодексом? Мне кажется, это тоже было бы интересно для вас. Анатолий Анатольевич. Да, спасибо, Алексей Геннадьевич. Ну, индустрия всегда последней выступает, да, потому что она регулируемый объект. Нет, потому что запоминается больше всего последней. Вот что значит опытный софист. Значит, ну я согласен с вами, да. Ну, у меня там 7 минут есть. Я, значит, должен же кто-то вот взорвать медленное течение, так сказать. Вот, я хочу именно поднять вопрос применения системы искусственного интеллекта в контрольно-надзорной деятельности, потому что этому обо всем практически говорится, за исключением вот этого аспекта. Вот, ну то ли считается, что это еще рано, то ли считается, что там не надо как бы это обсуждать публично, не очень понятно. Но у нас есть прекрасный опыт уже, вот, в государственном аппарате. И я сейчас некоторые цифры вам назову, да, и некоторые следствия, которые проистекают из этих цифр. Значит, речь идет об упасти Россельхознадзора, который мы приглашали к себе, значит, руководителей этой организации, которые доложили нам о том, как они внедрили систему искусственного интеллекта в свою контрольно-надзорную деятельность. Ну, естественно, один из банков разработал им эту систему. Значит, вот можно посмотреть, а банкиры сразу примерят на себя, так сказать, ситуацию. Значит, ну мы сразу представляем, как осуществляется контроль и надзор в государственной системе и надзор в банковской деятельности. Значит, вот у них после внедрения системы искусственного интеллекта увеличилось количество фиксируемых правонарушений до 995 тысяч в день. Ну, то есть, вот вы представляете масштаб, да, 995 тысяч в день. Значит, с момента запуска, если сравнивать с аналоговой системой надзора, да, ну я просто называю, назову ее аналоговой, у них повысилась фиксация правонарушений или, скажем, они там более аккуратно это называют, ну, неких инцидентов, да, значит, которые могут свидетельствовать о наличии правонарушения в 90 тысяч раз, да. Вот, ну, то есть, цифры, выходящие за грань реального и за грань понимания вообще, так сказать, что с этим делать. Вот, собственно, вот об этом я и хотел, значит, поговорить сейчас. Что с этим делать-то? То есть, какие пути развития дальше? Ну, либо мы все оставляем как есть, в аналоговой сфере, да, вот, то есть, мы-то думали, что когда мы увидим все правонарушения и все преступления, да, то нам, обществу станет легче. Но на самом деле оказывается, что перед обществом возникает ряд очень сложных проблем, которые придется решать. Причем решать придется вот в таком же темпе, о котором сейчас говорил Александр Сеевич. То есть, в очень быстром и таком кооперативном. Значит, ну, во-первых, у нас сразу возникает вопрос о том, что данные, которые генерирует искусственный интеллект, должны быть доказательством в юридическом процессе. Я говорю, абстрактную формулу выбираю, юридический процесс, понимая, что это и административный процесс, и уголовный процесс, и гражданский процесс. Без этого, как бы, мы дальше двинуться не сможем. Как только мы решаем эту проблему, о том, что данные, генерируемые искусственным интеллектом, могут стать доказательством в юридическом процессе, у нас сразу встанет вопрос о том, чтобы судьей стал искусственный интеллект. О том, чтобы субъектом юридического процесса и органом правосудия стал искусственный интеллект. Значит, мы уже в ассоциации проводили моделирование, например, как с помощью искусственного интеллекта избавиться от проблемы социальной инженерии. Вот, и действительно, там как бы это получается, да, но он должен иметь соответствующие статусы. Ну, дальше, как только мы решим этот вопрос, сразу встанет вопрос о том, чтобы, значит, иметь соответствующие социальные, вернее, чтобы система исполнения, да, решения также координировалась и курировалась в системе искусственного интеллекта. В противном случае с объемом задач это будет справиться просто невозможно. Ну, и, наконец, мы дошли до системы обжалования, то есть где-то должен человек появиться, но мы вот пытались прикинуть, значит, в простую модель, когда обжалование происходит через человека, да. Но для этого нам надо понимать, сколько уйдет в обжаловании, да. Значит, ну, точной статистики нет, я даже не знаю, там, есть ли она по категориям дел где-то в недрах судебной системы, наверное, где-то есть, вот, но я вот взял простую цифру, еще из советской власти, 13% трудовых споров всегда обжаловалось, да, значит, ну, уменьшим эту сумму в два раза, ну, пусть это будет 5-6%, но это все равно от миллиона в день, это все равно нереальная и невозможная цифра. Поэтому, значит, это тоже должна быть система искусственного интеллекта, которая сможет это делать. Вот то, что я сейчас описал, это вектор на самом деле, который может развиваться и, видимо, будет развиваться, да, значит, в ближайшем будущем. Теперь я, у меня есть еще, по-моему, минута, да, теперь я хочу сказать о том, что в докладе Центрального банка, посвященному искусственному интеллекту, очень робко выражена мысль о том, как Центральный банк будет надзирать за всем этим. Ну, там выражена такая мысль, что он будет по договоренности с банком, с банками, как бы, присутствовать рядом, да, с внедрением систем искусственного интеллекта. Но тогда я боюсь, если это действительно так будет, присутствовать рядом без возможности влияния, да, то есть, чтобы не задушить, так сказать, на корню, мысль такая заложена. Вот, но тогда, я боюсь, может сложиться другая ситуация, когда у нас обезьяна станет умнее человека, да, то есть, вот так обезьяна в общем и целом не может понять человека, вот. А тут у нас, значит, поднадзорные объекты, они, внедрив систему искусственного интеллекта, достигнут такого уровня развития, который регулятор просто понимать не будет. Вот, поэтому, мне кажется, парадигма должна быть чуть-чуть откорректирована, значит. Можно не применять мер надзорного реагирования, но методология надзора должна сразу развиваться в этом направлении, в направлении, связанном с применением систем искусственного интеллекта в надзорной деятельности. Вот, и последнее, что я хочу сказать, сегодня у нас такой момент развития законодательства, когда у нас классические правоотношения, которым там по две с половиной тысячи лет начинают размываться и трансформироваться. И все юристы это понимают, вот, и не очень понимают, что с этим делать. Но вот для нас, тех, кто погружен в законотворческую работу, это означает, что нам предстоит освоить какой-то новый уровень единства, да, новый уровень кооперации. Вот, к чему я всех призываю. Нам, особенно вот в этой сфере, да, нам нужно содействие, значит, вот теперь уже нескольких комитетов, два из которых, руководитель двух из которых здесь представлены. Нам нужен регулятор, который все время опекает и присутствует, и остальные регуляторы. Да, то есть мы должны присутствовать везде для того, чтобы не навредить и не наколоть дров. Минуту переговорил, прошу прощения. Да, спасибо, Анатолий Анатольевич. Я вот думаю, если бы я произнес ту первую часть вашего выступления, наверное, бы все испугались, какие планы у регулятора. Но, слава богу, вы взяли на себя этот труд. Я, правда, думаю, что проблема там возникла просто в построении алгоритма. Искусственный интеллект – это всегда построение алгоритма. Да, он может быть сложный, он может быть очень сложный, он может быть самообучающийся, и там генеративные модели, и так далее. Но все-таки за этим стоит то, как настроена эта вся система. Если выявляется 90 тысяч, там условно говоря, там какие-то цифры нарушений, это еще нужно посмотреть, является ли это нарушениями в смысле кодекса административных правонарушений. И не нужно ли здесь применять какие-то другие модели, которые позволяли бы снять вот эту вот множественность. Но, тем не менее, вы правы в том смысле, что, да, искусственный интеллект – это тот объект. И, слава богу, вспоминаю реплику Александра Вястеевича, актер – это или объект? Это все-таки пока объект для нас, хотя и претендует на некое, ну, точнее, сознание некоторых представителей этой отрасли претендует на то, чтобы стать сознательным субъектом. Я бы так сказал. И, тем не менее, ну, то, что этим нужно заниматься, и, кстати говоря, наш консультативный доклад «Искусственный интеллект», он как раз посвящен вопросу тому, как этим заниматься, где и как этим заниматься. И более, более, мне кажется, более четко выражена модель того, каким образом регулировать эти отношения. Их нужно регулировать, но достаточно аккуратно и осторожно. Коллеги, мы действительно должны завершить. Я прошу прощения, ваше желание, там, какую-то реплику сформулировать мне понятно, но меня неумолимо говорят организаторы, что мы должны завершать. Я, прежде всего, хотел поблагодарить всех выступающих. Мне кажется, дискуссия получилась интересной. Получилась интересной, разноплановой. И всем хотел бы пожелать удачи в тех направлениях деятельности, которыми занимается. И здоровья всем. Спасибо. Спасибо.